Всем привет, с вами Дети Дворф, и это пятый выпуск моего учебника по Дворф Фортрос. Сегодня я вам собираюсь рассказать про подготовку к войне, и будем это делать с помощью очень полезного Дворфа, это с помощью менеджера. Он нам пригодится для того, чтобы заказывать сразу целые партии определенных товаров. Не чтобы мы сами лично через мастерские назначали то, что мы хотим сделать, а приказать через менеджера назначить изготовление определенных товаров в определенном количестве. Так будет гораздо быстрее и удобнее. Первым делом нам необходимо назначить самого менеджера. Для этого нужно нажать N, выбрать профессию менеджер, нажать Enter и выбрать того Дворфа, которого мы бы хотели назначить менеджером. Я менеджером назначу нашего лидера экспедиции, потому что он по большому счету ничем не занимается. Он иногда занимается торговлей и пивоварением, но у него большая часть времени свободная. Поэтому из него получится довольно неплохой менеджер. Он требует, чтобы мы сделали ему определенные вещи. Чтобы посмотреть, что он требует, нужно нажать Enter и посмотреть, что он от нас хочет. Он просит себе небольшой офис, потому что менеджеру обязательно нужен офис для того, чтобы он мог спокойно работать. Его там никто не отвлекал. Да, чтобы его там никто не отвлекал, потому что без офиса он просто не будет работать. И все. Нам заказать у каменщика дверь. Стол и стул. Хотя, наверное, стол и стул уже есть в крепости. Да, стол и стул в крепости есть. Значит, нужно заказать только дверь. Стол и стул пока не нужен. Так. Единственное, что я назначаю через мастерские, которые готовлюсь к войне, это приказы на выплавку металла. Потому что без них... Если мы будем назначать их через менеджера, это будет как раз таки неудобно. Потому что я обычно приказываю плавить металл до тех пор, пока он не закончится. Потому что его для начала нужно как минимум выплавить, чтобы что-либо еще с ним делать. Поэтому из обычных самородков толкового ничего не сделаешь. Поэтому можно бесконечно плавить их в мастерских. Чтобы плавить металл, нужно сначала приказать нашему углежогу. Это профессия дворфа. Он делает из деревьев угли. Надо приказать ему сделать угли. Как ни странно. Для этого нужно выбрать его в мастерскую и нажать А, потом С. Закажем у него 10 штук углей. Этого хватит на первое время. И дождемся, пока он их сделает. Как видите, вот с этой стороны я убрал мост. Потому что понял, что большая часть дворфа входит на другую сторону реки за своими делами. Ну и плюс ко всему, в крепость можно пройти через тот же самый мост. Поэтому второй мост как-то нам не особо нужен. А, также с приходом менеджера появится больше приказов для дворфов. Им будет мало одной мастерской для работы. Поэтому я сейчас выкопаю еще место под мастерские. А пока я поставлю на паузу. Пока буду все это делать. Так, дверь принесли. Давайте продолжим. Теперь нужно назначить этот офис нашему менеджеру. Чтобы его назначить, выберем стул, нажмем R, Enter, потом A и выберем нашего дворфа. Все, теперь у нас есть менеджер с своим офисом. Теперь ему можно делать заказы. Так, ну поскольку... Так, я еще не знаю, посмотреть может нам уже все сделали. Нет. Еще не весь уголь готов. Хотя можно пока потихоньку начинать плавить железо. Для этого нужно выбрать мастерскую плавильщика, вернее плавильщик, выбрать ее, нажать A и Smelt Hematite Tor. Hematite это железо содержащая руда. И еще магнетит. Оно тоже содержит железо. И еще железо содержится в такой руде, как лимонит. Но у меня этой руды здесь нет. Так, пока скажем, чтобы наш углежок сделал побольше углей, пока не начнет плавить железо, я сделаю первый заказ у менеджера. У меня сейчас пришло очень много мигрантов, поэтому, поэтому нужно заказать как минимум еще 40 кроватей и примерно столько же дверей. Чтобы добавить ему какой-либо... дать ему какой-либо приказ, нужно, по-моему, нажать Q. Нет, сейчас вспомню. J, M, потом Q. И, чтобы не искать, что мы хотим сделать, можно это просто ввести. Так, B30. Максимальное доступное количество вещей, которое можно заказать у менеджера, это 30. Я не знаю, баг это или так задумано изначально, но чтобы сделать, допустим, 60 кроватей, надо просто два раза заказать 30 кроватей. Но мне столько не нужно, мне хватит и 40. И также нам нужны двери. Двери из камня. Ищем каменную дверь и, опять же, приказы ему ее сделать. Ну, и плюс нам еще нужно для столовой заказать 60... Я думаю, что 100 столов и 100 стульев. И 15 статуй. Так, 15 статуй, ладно, пусть будет аж 30 статуй. Так, table. Rock. 30. Rock. Нет, неправильно. Теперь Rock. Share. Стоп. А, Rock. Трон. Тоже 30. Снова Rock. Table. 30. Rock. Трон. 30. Rock. Table. 10. И... Rock. Трон. Тоже 10. Как видите, менеджер пока не подтвердил эти приказы. Но сейчас он придет в свой офис и, собственно, поставит свою дворфийскую подпись под этим. И, собственно, дворфы начнут над этим работать. А! Совсем забыл. У меня же заканчивается... Нет, уже вернее, букло в крепости закончилось. И теперь у меня даже нечем их поить. Ну, кроме воды. А воду они не любят. А так бы я мог сварить еще, но у меня не в чем хранить. Нет бочек. Поэтому давайте закажем еще и бочки. J, M, Q. Так. Бочка это barrel. Сколько там? Что можно сделать? Железные, золотые? Нет, это все слишком. Жирно. Сделаем лучше из дерева. Думаю, шестидесяти нам хватит. Удберл. Так. Начнем пока строить новые мастерские. Так. Я построю мастерскую плотника. Каменщика. Что еще бы построить? Ладно, пусть пока будет только плотник и каменщик. Потому что так серьезно. Я сейчас действительно занимаюсь только. А. Еще надо потом будет построить кузницу. Но для этого нужно заказать. Сначала будет у нашего кузнеца железную наковальню. Так. Так. А. Ну можно еще построить лавку портного. Потому что скоро мы начнем шить одежду. Поскольку дворфы, по-моему, уже начали выбрасывать свою старую. Там всякие носочки дырявые выбрасывать и так далее. А это значит, что дворфы скоро будут требовать новую одежду. А без нее никуда. Прям никуда. Так. Мне нужен... Мастерская портного. Это Кейк. И закажу еще себе мастерскую плотника и каменщика. Я не знаю, сколько их всего в крепости плотников и каменщиков. Надеюсь, что как раз таки ровно столько, сколько в мастерских. Сейчас дворфы построят все это. И наши бородачи займутся своим делом, наконец. Так. Пока они своим делом занимаются, я поставлю на паузу. Потому что это минут на 20 как минимум затянется. Так. Продолжим. Вроде как у нас уже появился уголь. И потихоньку начинает плавить железо. Я вспомнил, что дворфам также в комнаты нужны не только кровати, но еще и сундуки со шкафами. И поэтому надо еще приказать менеджеру, чтобы он заказал нам сундучков и шкафчиков. К нам как раз пришел дворфийский караван. Торговать нам, конечно, с ним нечем. Абсолютно. Ну, я думаю, что в крепости что-нибудь да найдется. Проблема плюс еще возникла. У нас в крепости закончилась еда. Это вообще лучше некуда. Прям так счастье так и хлещет. Но я надеюсь, что сейчас у нас все будет хотя бы от торговли с караваном. Также можно сейчас попробовать заказать у ремесленника немного каменных там всяких фигурок. Но я не думаю, что он что-либо успеет сделать. Но попытка не пытка. Выберем мастерскую. Вы нажмем А. Потом Г. Потом С. Так несколько раз. Так, сейчас он займется изготовлением безделушек. А я посмотрю, что можно еще сделать. А. Да, я хотел заказать у менеджера сундуки. И шкафчики в количестве 60 штук. Сейчас надо точнить количество дворфов. Потому что их чуть меньше 60. А нет, их даже чуть больше. 60, их 66. Эх, ровно 66 я и закажу. Шкаф это кабинет. Для тех, кто не знал. Так, ну у нас как раз в мастерских активно идет работа. Дворфы занимаются тем, чем они заниматься должны. А не всякой фигней. Кровати с дверями я все-таки заказал мало. Закажу сейчас за счет. Это не проблема. Вуд. Не, стоп. Просто бед. И. Рок. Дол. Ну, поехали. Надеюсь, что менеджер все это вовремя сделает. У нас в крепости появился берсерк. Мне пришлось создать отряд из двух лучников, чтобы они его усмирили. Потому что он сам начал усмирять всех, кто вокруг. Он убил несколько несчастных бородатых существ. Мне их крайне жалко стало. Я решил, что не хочу, чтобы он дальше убивал несчастных бородатых существ. И приказал убить его, как это не прискорбно. У нас, по-моему, кто-то еще организовал вечеринку в нашем зале встреч. Ну, они вроде как фигней не страдают. Надо. Странно. Я приказал вроде как тебе гробы построить. А, ну ты у нас занят. Ладно. Так. Нам нужен брокер здесь. И надо сюда что-нибудь принести. Фиш. Нет, я не буду вам давать свою прекрасную рыбу. Она такая вкусная. И вообще в крепости жрать нечего. Опа-на. Откуда у нас взялись несколько арбалетов и топоры? Не знаю, но это прекрасно. Что бы вам продать, а? Два маленьких камешка. О, прекрасно. Вещи убитых дворфов. Я понимаю, в реальной жизни это было бы кощунством, но... Дворфы-то за кощунство не читают и не сильно расстраиваются, если... С их мертвого друга сняли вещи и продали их проходящему имя каравану. Они даже не обидятся, если... С их мертвого друга снимут вещи и наденут сами. И плевать, что они заляпаны кровью и пахнут мертвичиной. С мертвичиной. Так. Совсем мало товаров. Я думаю, что много мы с ними не наторгуем. Но, блин, хотя бы не умрём с голоду. Интересно, куда они относят эту рыбу? А, сюда. И она сырая. Дворфы не едят сырую рыбу. Надо на кухне сказать повару, чтобы он приготовил ему простую еду. Для этого надо выбрать мастерскую повара. То есть кухню. Нажать А. И потом... Пропер изи мил выбрать. Ну, или любой другой мил, который вы хотите. Я просто хочу... Не хочу сильно заморачиваться на тему обедов. Потому что, мало ли что, повар может взять там, потратить все семена толстошлемника. И в том же духе. Поэтому лучше это дело не запускать. Блин. Там уже трупы разлагаться начали на моём складе. Заметьте, на склад трупов должно быть... Как такой небольшой туннельчик прорыц. С двумя дверями. Чтобы миазма, вонючее облако, не прошло в крепость. И не заставило ваших дворфов изнывать от ужаса, вони. И вообще от самых... Смеси самых таких неприятных чувств. Опа-на-как. У нас это не место захоронения кого-либо. А это... Место, гроб, которым владеет призрачный мастер по краскам. Как это прекрасно. Блин, до сих пор удивляюсь этой игре. Чем, блин, занимал... Чёрт, у нас же брокер ещё и менеджер. Ладно. Назначить себе другого брокера. У нас, интересно, хоть один оценчик есть. Чёрт, у нас нет даже нормального оценчика. Блин. Ладно. Пусть им будет наш... А, пивовар. Почему дипломат ушёл несчастливый? Чё-то я не понял. Стоп, я чё-то не понял. Я назначил нового торговца. И мне сказали, что дипломат ушёл несчастный. Что это за фигня такая сейчас произошла? Менеджер не является брокером у нас. Поздравляю, теперь он ещё и мэр. Стоп, а кто у нас брокер? Кто брокер? Стоп, я мэром чего, кого-то другого назначил? Ой, блин. Стоп. У нас ведь менеджер должен быть мэром. Ладно. Ладно. Ты мэр, не буду спорить. Так, но всё равно пивовар у нас будет торговцем. Да, потому что я так сказал. Чем занимается наш нынешний торговец? Чёрт, ты у нас повар. Ладно, ты не можешь быть торговцем, потому что ты занят. Мясник у нас по жизни ничем не занят. О, у нашего мясника столько навыков. Неужели он отрабатывал театральные навыки на разделных трупах? Ну ладно, будешь ты у нас торговцем. О, прекрасно. Чё там у нас мэр требует? Ой, ты же осранец какой, а. Тебе и оружейную стойку, и стойку с бронёй, и два сундука, и один шкаф, и стол со стулом, и даже кровать. Надо заказать стол, стул, стойку с бронёй, стойку с оружием. Стойку с оружием, так, и кровать. Сундук, 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 где у нас сундук? Что я забыл. Хейдж. Блин, случайно отменил постройку предки, ну ладно. Сейчас снова накину. Флудгейт, хейджкавер, это всё не то. О, где вообще вуден, вуден что? Вуден кабинет. Вообще, нам нужно было два сундука сначала. Эх, ну ладно. Мэр своё получит. Я имею в виду, я сделал ему комнату. Своё получит он потом, когда вы откопаете. А я не скажу вам, что вы откопаете. Вы рано или поздно сами это найдёте, и будете там либо горевать, либо радоваться. Я не знаю. Чего? Рыбак отменил рыбалку, потому что находится за вредилием, чтобы его сожрать? Или я это неправильно перевёл? Докатились. Дворфы жрут вредителей. Так же всё в крепости, видимо, сейчас плохо обстоит. О, да нет, так что всё и плохо. Носочки стоят по 200, там по 100, это прекрасно. Торговать с этими бородатыми при помощи носков, это вообще лучше некуда. Сколько там мы ему продали? Ладно, сойдёт. Ох, простите, парни, сегодня я вас не смогу так серьёзно скупиться, я у вас буду покупать только еду. А, ну и бухло. Куда же без бухла-то? В крепости-то оно закупчилось. А, ну, куплю у вас несколько клеток, на всякий случай. Бочки, бочки, бочки. Бухло, бухло. Буфийский сироп, я не знаю, по-моему, это не бухло, ну ладно. Не буду его брать. Нифига себе, во сколько кирка стоит. А не пойти бы ли вам заняту с такими ценами, ребята? Я вас вообще еда. Поймите, ребят, дворфы жрать хотят. Дайте мне посмотреть, что у вас из еды есть. Не песком же мне их кормить. Они вот, кажется, есть. А, ну ладно, посмотрим, что там у нас. Обычно после ткани еда идёт. Ткань кожи, ткань кожи, ткань кожи. О, так. Мне, кстати, нужна железная наковальня, без неё куда уж там. Я бы купил у вас болты для арбалета, но они слишком дорого стоят. Блин, у вас что, нет еды, что ли? Во! Наконец-то. Добрались и до еды. Что-то там, какой-то кусок от леопарда. Блин, питаются, а быть чем? Так, ну ладно. Я куплю вас толстошлемники. Ура! Торговец доволен. Всё, мы наторговали еды себе. Запись уже идёт 20 минут. Я думаю, это достаточно. Сейчас я вам только покажу, как приказать дворфам изготовить броню с оружием для нашей будущей армии. А в следующем эпизоде расскажу про госпиталь и про собственно создание самой армии. Сейчас куда ведь без неё. Скоро габлота, наверное, на мою крепость попрёт. А если у меня не будет армии, то ничем хорошим не закончится. Так, я думаю, что я сделаю себе всё-таки отряд из 20 солдат, вернее два отряда по 10 солдат. Потому что, мне кажется, что лучше всего иметь полк арбалетчиков и полк тех, кто сражается в ближнем бою. Прикажем ему сделать шлема из железа в количестве 20. Так, нагрудник из железа в количестве 20. Так, хелм, это шлемы. Брестплейт, это нагрудник. Дальше нам нужно заказать 40 перчаток. Просто не знаю, если заказываешь перчатки, у него он делает их парами или по одной. Поэтому я сразу заказываю лучше 40, мало ли что. Перчатка это гаунтлет. Так, это 30 и ещё 10. 30 и ещё 10. Дальше нам нужны стальные... Да, железные полнежелатные. Это грифс. Их нужно 20 только. Также нам нужны ботинки. Вот их 40, наверное. Так, ну пусть будут низкие ботинки. 30 и... ещё 10. Также нужно... Нужно нам 10 щитов. Не подобаеться всё-таки арбалетчикам со щитами бегать. 10 топоров. 10 арбалетов. 10 арбалетов. И... Болты для арбалетов. Пусть их будет 30. Они их довольно долго будут использовать. Ох... Это, наверное, займёт много времени. Ну да ладно. Всем большое спасибо за просмотр. До следующего эпизода. Пусть... Пусть...